Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Семейство Африкантовых осваивается в вип-доме на Поляне. Татьяна Владимировна с супругом Александром обосновалась на первом этаже особняка. Марина и ее младшая сестра Яна живут на втором этаже. Андрей Чуев жить с ними не пожелал из-за конфликта с Татьяной Владимировной. Мы об этом уже рассказывали. Он обитает в мужской спальне. Татьяна Владимировна с Мариной и Яной подписали свой вип-дом. Над входом они повесили транспарант Африкантовый. А также Марина и ее мама, пока Андрея Чуева нет на Поляне, решили стащить у него 300 тысяч рублей. По их мнению, это компенсация за моральный ущерб. А в это время в Старом Осколе Чуев проводит время с подругой Настей. Он хочет привести ее на проект. Андрей написал, встретились с подружкой, разговаривали о ее бывшем и как-то случайно перешли на настоящее. В настоящем Настенька всегда мечтала прийти на Дом-2. Я думаю, что мечты должны сбываться. И еще про семью Африкантовых. Очень интересную информацию нашли активисты из числа любопытных телезрителей. Оказывается, у Яны и у старших детей супругов Африкантовых разные отчества. Яна записана не Александровной, а Денисовной. Татьяна Владимировна говорит всем, что Яна – ее дочь. Это может быть и так. Может быть, она родила ее в 46 лет. Но есть и другая версия. Предположительно, Яна – это дочь старшего сына Африкантовых Дениса. И значит, она приходится Татьяне Владимировне внучкой, а Марине – племянницей. Дима Дмитренко активно строит отношения с новенькой 18-летней девушкой Ольгой Райской. Дима написал «Сегодня с Олей мы объявили себя парой. Ты даже не представляешь, как я счастлив с тобой». И Ольга поделилась своей радостью. «Просто однажды ты встретишь человека, который перевернет всю твою жизнь с ног на голову, автоматически поделив ее на две части. До встречи с ним и после». Подписчики отмечают, что Дима очень хорошо смотрится в паре с Олей Райской. Не то, что с Рапунцель. Он светится с ней. И Оля похорошала рядом с ним. А Ольга Рапунцель окончательно отказалась от предателя Димы. Теперь она свободная женщина и готова к новым отношениям. Рапунцель изобразила своего потенциального избранника. Она ждет настоящего верного мужчину, у которого имеется в наличии загранпаспорт. Элла Суханова устроила девичник с подружками. Элла и Игорь Трегубенко сыграют свадьбу 10 июня. Подписчики заметили, что среди подружек нет ни одной участницы дома 2. Это породило следующие слухи, что после свадьбы Элла и Игорь покинут телепроект. Саша Гозиас обновила свою старую татуировку и похвасталась ею на своей страничке в соцсети. Подписчики комментируют «Ужасно, кошмарно! Испортила себя некрасиво, но хоть на спине не будет каждый раз видеть и расстраиваться». А теперь о бывших участниках проекта. В Екатеринбурге отменили концерт Ильи Ебарова из-за низкого спроса. На него продали всего два билета и те на галерке в девятнадцатом ряду. Как вы помните, недавно сорвался и концерт Ебарова в его родном городе Саратове. Тогда Илья обвинил в этом нечестных организаторов. Интересно, как он вывернется сейчас. Денис Хромов, который недавно покинул проект, опровергает слухи о том, что он увлекается запрещенными препаратами и что якобы из-за этого его выгнали с проекта. Денис уверяет, что он ушел сам. А компрометирующая его фотография в сети – это была просто шутка с мукой. Саша Гобозов радует своих фанатов хорошими новостями. Он написал, как говорится, улучшаем качество жизни. Сегодня ездил, выбирал квартиру для своей семьи. Нашел в отличном коттеджном поселке. Думаю, будем брать. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok